В случае резкого потепления на Горном Алтае, сразу несколько районов Новосибирской области окажутся в зоне подтопления. Это связано с глубоким промерзанием почвы в бассейнах Регбия и Катунь. Сегодня полномочный представитель президента в Сибирском округе Сергей Миняйло провел рабочее совещание по вопросам прохождения весеннего паводка в нашем регионе. Об основных акцентах Александр Куршев. Уже сейчас все аварийные системы приведены в полную готовность. Об этом сегодня полпреду президента в Сибирском округе Сергей Миняйло докладывает руководитель Новосибирской ГЭС Святослав Полторанин. Сейчас снегозапасы и толщина льда в бассейнах Регбии и Катуни составляет от 40 до 80%. Это ниже нормы. Но сильно промерзла почва, что может осложнить паводковую ситуацию в нашем регионе. В случае раннего перехода на положительные температуры в марте месяце в воде, грубо говоря, у нее не будет возможности впитываться в грунт, она будет все истекать в реки. Что касается Новосибирского водохранилища, мы идем четко в соответствии с графиком сработки водохранилища. На 40% емкость уже поражнена. Планируем в соответствии с правилами к 10 апреля сработать водохранилище до отметки 185 до уровня мертвого объема. Сергей Миняйло подчеркнул, экономить на мерах безопасности нельзя. В районах необходимо привести в порядок дамбы, сделать отсыпки территорий и усилить берега, где есть угроза подтопления. Очистить водопропускные трубы для сохранения дорог и инфраструктуры. Мы в любом случае выйдем, как и в прошлом году, на плановый график сброса воды, определим соответствующие приоритеты. Если вы помните, в прошлом году вопрос ставился, вот если мы сбросим воды, в воду судоходства не будет. Ну пускай его не будет, этого судоходства, как мы переживем. Самое главное, чтобы людей не подтопить. В группу риска подтопления в этом году попали Черепановский, Довулинский, Куйбышевский, Татарский и Барабинский районы. В паводковый период будет создан специальный штаб, куда информация о состоянии воды будет поступать 24 часа в сутки. На самых опасных участках будут круглосуточно дежурить мобильные группы МЧС. Александр Куржев, Александр Горов. Новость ОТС.